Страна уверенно движется к достижению официального прогноза по ВВП. Внутренний валовый оборот вырос почти на 4%. Экономика развивается, появляются новые производства, увеличивается выпуск товаров. Промышленность в плюсе более чем на 8%, розничный товарооборот на 6,5%. Прогрессируют и реальные денежные доходы. Ещё один важный показатель успешного развития – рост объёма инвестиций до 6 миллиардов долларов. В Беларуси усилили уровень гарантий для работников ЖКХ. Соглашение подписали на 2024-2026 годы. Документам предусматривается увеличение единовременной выплаты сотрудникам, которые были призваны на срочную службу, но не вернулись на прежнее место работы. Также будут выделены средства на решение проблем молодёжи и поддержку инициатив. В стране участились случаи мошенничеств, связанные с продажей новогодних ёлок и украшений. Чаще всего это происходит в Инстаграм. Виртуальные жулики создают аккаунты магазинов, накручивают подписчиков и постоянно обновляют ленту товарами. Подозрений такая интернет-страничка у пользователей не вызывает, поэтому важно обращать внимание на условия покупки. Заниженная цена и просьба о предоплате – повод для осторожности. С начала года в республике изъято свыше 100 маршруток. Также за грубые нарушения недобросовестные водители лишили 75 такси и одного автобуса. В ближайшее время будет сделан специальный реестр перевозчиков, диспетчеров и других участников процесса. Такое нововведение позволит сохранить безопасность пассажиров и исключить бесчестную конкуренцию. Правовой профсоюзный приём граждан пройдёт в Бобруйске 30 ноября с 10 до 12 часов на Минской 96. Специалисты ответят на вопросы, которые касаются разъяснения норм законодательства, регулирующие сферу трудовых и связанных с ним правоотношений.